Есть такие слова, которые можно подобрать матери, когда умер у него сын, а может быть даже единственные? Такие слова вообще существуют на войне? Вы знаете, самое большое наказание это ввести родителям, матери в частности, труп погибшего военнослужащего. И у нас в десантных войсках существует непреложное правило, что командир подразделения, у которого вот это произошло, он едет и эти слова ищет в себе. Они всегда разные. Это неимоверная тяжелая миссия, но правильно, что это делает тот, который человека ввел в бой и не сохранил. Это все недоброжелатели России пытаются там про Жукову рассказывать, что Жуков говорил, наши женщины еще нарожают. Вранье все это. Вранье. Воспитывают курсанта с первого курса, что командная факультета, что тебе будут доверены люди. Ты за каждого отвечаешь, как за собственного младшего брата вначале. Потом старший становится за сына. Но в том, как командующий за внуков. Это непреложная связь поколений. Человек – это реально главное достояние. Я их всех помню по именам, по фамилиям. Ну, пускай они останутся при мне. В какой-то мере, это наш общий грех. Но они были лучшие. Я их просто любил. И их люблю до сих пор. И даже когда они уходят из этой жизни, они все равно, их места никто не занимает. Кто-то пришел, так же стоит рядом с тобой, как и они, но как бы ты их место не занят. Ах, мой малыш, среди улиц, домов и крыш, Непрекаяно, чуть дыша, Заплутала моя душа. Ах, неспроста так упрямо твердят уста. Все пройдет и весенней порой Ты вернешься, мой сын, мой герой. Мамка, не боись, я завтра увольняюсь. Мама, я скоро дома буду. Привет, мама. Привет, мама. Скоро я буду дома. Мама, я скоро дома. Мы все приедем. Наиболее такая успешная операция была проведена в населенном пункте Чири-Юрт, где мы заблокировали внезапно в детском саду, где они содержали 12 наших военных плен. И мы в результате ночной операции этих ребят освободили. Это надо было видеть. С 12 у четверых матери оказались. Но это словами не передать. И слезы, и радость. Одна мать своего сына не узнала. Он был истощен. Как жертва курслагеря. Как же она рыдала. По-моему, я умирать буду и то. Я буду помнить ее рыдание и счастье одновременно, что сын живой остался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дело в том, что мой старший брат через 3 месяца после рождения умер И я родился через год, ну через 9 месяцев И тоже стал умирать И мать была на грани того, что... Она мне потом говорила, что если бы ты умер, я бы утопилась в Аби Это город Барнаул И она всю жизнь меня как бы охраняла Вот так вот Да Хотя была еще... Сестра была средняя Младший брат Но ко мне, учитывая еще профессию мою У меня было особое отношение Это тоже большое, так сказать, поспорье О непростой дороге под названием «Жизнь» Ее уже нету? К сожалению, 15 лет уже ее нету Вот если бы вы ее сейчас встретили Вот если бы она сейчас зашла Что бы вы ей сказали? Банально, здравствуй, мама Я рад тебя видеть Спасибо, что ты меня родила Воспитала, сохранила Да много чего Мне бы быть звездой Той, что над тобой Видеть, что ты рядом и что живой Радоваться вместе рожденью дня Хрупкую надежду в душе храня Если снова бой Вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины Ах, мой сынок На какой из чужих дорог Стынет сердце твое на снегу Я молитвой тебе помогу У нас было С женой заведено Каждый отпуск мы Минимум на 10 дней Начинали с материнского дома И первую ночь До утра разговаривали Я рассказывал про свои успехи Или про свои неуспехи Которые тоже были И так было каждый год Хорошо Все, у нас тут чуть-чуть осталось Ибо ребята нуждаются сейчас Самым необходимым Нехватка медикаментов в госпиталях Нехватка простых вещей на фронте К сожалению, ситуация такова Что если не мы, то кто? Формула предельно простая Они за нас, мы за них Только в этом случае Победа русского мира Будет Мы русские С нами Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok